ребята привет сегодня у нас на обзоре будет вот такая вот небольшая коробочка возможно она ближе к вам покажется большая нет коробка очень маленькая на самом деле даже не привычно что такая маленькая коробка для чайника из-под чайника точнее да это чайник чего у нас только на канале не было ну решил сделать вот такой обзор купил в подарок чайника подарки продолжаются прошел 8 марта то есть почему на него да потому что это 3 который покупаю надеюсь это будет норм не сломается так быстро фирма скарлетт думаю всем вам известная модель в общем модель какая-то sk ek 21 s 54 в общем-то на 1 и 7 литра 2200 ватт максимальная мощность давайте посмотрим что внутри я его на витрине видел то что в коробке я еще не видел не смотрел вот так вот выглядит давайте муж поближе вас повыше поставим вот такой вот у нас чайничек небольшой а вот почему маленькая они аккуратно разместили здесь кстати ничем вообще не огороженность коробку вашим бабахну то и чайник тоже бабахну при доставке вилочка подставка для чайника хоть и фирма запах все равно пластика есть уж из какого пластика может это теплостойкие пластики они именно так пахнут ну не самое знаете не самый плохой запах иногда просто глаза выедает и ну невозможно невозможно я не сказал какая у него цена сейчас он по акции в медиа видео медиамаркет я все раньше просто медиамаркет покупал сейчас он по акции 1200 рублей естественно заэкономили как обычно все через кэшбэк всегда вам оставляю ссылки на кэшбэк внизу не всегда на товар на кэшбэк уж всегда оставляю там очень все просто экономьте до копеечки уже и не пахнет пластик может это пакет вообще пах вот такая вот подставочка достаточно аккуратно сделано давайте посмотрим сам чайник давайте полностью комплектацию как обычно посмотрим да ничего здесь вот мята инструкция и ну и гарантий наверное как обычно сумятое как они уж упаковывать все это интересно мне так а где у нас вход вот такой вот пакетик пакетики вот такой вот чайничек смотрите какой он аккуратный кажется что он очень маленький но на 1 литром 700 миллилитров то есть стандартно тут у нас и сеточка как как всегда такая все простенько все даже чересчур простенько в общем то вот так вот он выглядит он нежно нежно я думал тазы загнута писать это наклейка он нежно такой бежевого цвета очень приятный его как подарок так очень хорошо работает кнопочка прям выстреливает знаете вот держишь и чувствую что нормально чайничек не какой-то барахло китайская прям нормально такой весь минуты штуку и такой крепость маленький крепость слушать очень маленьким кажется на самом деле объем у него стандартно 1 из 7 как и у всех остальных давайте поставим на подставку почему а вот что-то у меня не получилось так просто сделать будто упирается знаете но не сразу попадая не люблю так потому что иногда подхожу на кухню вот так чайники да это прямо придется в иметь учу за и уставить учу за фигня круче это пимпочка очень длинная вот это самопосадочное место и очень длинная прям вымерять приходится возможно со временем или нет чуть они нормально да нормально вроде все уж такой расстроился знаете не люблю когда дискомфорт техника какой-то приносит в общем вот такая кнопочка очень маленький ход то есть вот так мы нажимаем она вот так вот отщелкивать давайте посмотрим сколько он закипает сильно лишь умный сразу ну и посмотрим по времени сколько это все дело у нас занимает погнали глядите насколько с насколько он компактнее бошевского чайника обычный ну прикольный я так скажу очень много лет это боевой прям чайник bosch блин у меня немного горячий но сейчас мы его студии наберем в оба чайника воды ну то есть по отметке 1 и 7 и посмотрим давайте в один и в другой шнур наверно стандартной длины такой не очень не очень длинный шнур где-то полметра пока отключим подключим вот таким образом подключим поставим секундомер и нажмем на обе кнопки одновременно блин не хватает третьей руки как бы нажать вот так я нажму давайте включаю все здесь у нас яркая подсветочка горит скарлетт сразу зашипел сразу начал греться очень быстро у нас одинаково по 17 здесь и здесь в общем то больше начал догонять тоже шуметь разделю их немножко друг друга слышно прямо наверно звук не будет передаваться на бош прямо пошумнее работает для вас это один час звука я прямо слышу что больше шум не работает риску две с половиной минуты прошло в общем чайники начинают закипать крышка холодная этот не такой горячий но и кстати скарлетта у нас железный а бош пластиковый но больше кстати крутой чайник очень много лет работает крышка горяченькая у него а это прям горячий капец три минуты чайники начинают под закипать и скарлетт еще закипает до сих пор на 440 отключился слушайте ну это вообще не спеша такой не торопясь может это первые запуски как-то этот новый этот уже годами на отработаны и каждый день его день и ночь греет но чик отключился на почти 530 там 527 что ли так ну все 530 фиксируем время устанавливаем принципе вот так вот подольше закипал возможно это потому что новый блин он очень горячий бош не такой горячий горячий конечно но вот так можно сделать на этот я так чё-то не рискую горячий да так как вот запах как говорят пластмассы и щеками химикатами запаха вообще никакого нет от него вообще не было запаха даже из коробки то есть подставки закипал он подольше но ничего не выплеснулась хотя вот водичка прямо к носику подходит суши такой классный компактный так давайте что-то проверим кошку возьмем что-нибудь кружечку понюхаем водичку я такая эксперт чайниковый так да нормально пахнет вода никаких химикатов никаких примесей то есть прикольно классно вода пахнет хорошо так наверно еще парочку раз я его скипячу потом чтобы но на всякий случай знаете чтобы накипь это уже знаете как говорят это накипь как защитный слой появляется в общем вот для таких вещей не знаю возможно это не нужно делать так что там показать внутри вот образуется какой-то налетик он уже видно не знаю будет ли вам видно вон налетик какой-то образоваться начал ну вода такая хоть она из фильтра все равно вода хочется чтобы было в общем лучше так ну что скоростной у нас бош но бош наверное бы и стоят в общем то что чайник принципе нормальный классный почему вообще стал сделать мне обзор на него очень классная цена была в магазине сейчас сделал подарки и обратил на него внимание почти в полцены по моему 1200 рублей за него отдал естественно меньше кэшбэк через кэшбэк да там немного но знаете копейка в копейке по чуть-чуть по чуть-чуть и вот вам уже сэкономлено денежка и сейчас я начал пользоваться халвой на нее каждый раз обещаю не обещаю возможно сделай обзор или не буду просто так никто ничего не платил никто не будет платить ребята такому каналу маленькому каналу если кто не понимает о чем я то есть классная карта где-то в месяц я вот сейчас у меня не очень много растрат конечно но заправки лукойлом я пользуюсь в общем я с нее в среднем в месяц три с копейками тысяч возвращая по халве потому что что у партнеров если беспроводной через телефон вводим носишь его в телефон и через на все оплачивать 12 процентов кэшбэк так вот в общем им видео норд и там еще какие-то магазин техники но основном вот самые главные они там есть и мне с этого чайника 100 1200 еще там рублей 200 вот это вернется вернется по халве в общем то если что на нее ссылку тоже в описании тогда буду оставлять для чего потому что если вы по моей ссылке и получите ну как приведи друга знать эту схему то и вы и я там получим когда вы потратите свою тысячу рублей то вы и я тупо 500 то ли по 1000 рублей получим обратно в общем ссылку будут теперь прикреплять то есть халявные бабки и всем только плюс в общем никакого обмана в чайник классный чайник маленький не особо липкий крутой компактный в подарок пойдет думаю что он порадует ай блин очень горячий низ у него после закипания принципе берите смело не знаю сколько это цена будет вам видео и возможно где-то еще ну 1200 крутой чайник 1200 металлический в общем-то приятный маленький компактный подольше чем больше закипал но для меня это вообще ерунда не пахнет ребята не пахнет пластиком вода не пахнет после закипания в нем что еще не сильно шумит тише чем бош мне кажется даже работал принципе нормальный чайник сделан вроде качественно крышка открывается хорошо больше обозревать ничего на сегодня ребята все спасибо за просмотр и всем пока